Новое видео выходит каждый день в 20.00. Дорогие друзья, скажите мне пожалуйста, какая ассоциация у вас проходит в голове, когда вы слышите GTA сам проект? Лично у меня ассоциация с многочисленным количеством ошибок. И говорят, допустим, про какие-то средние проекты по типу Diamond, Advance и Volve. Мы не будем тут затрагивать высокие такие проекты по типу Arizona. Да и всё, Arizona это наверное единственный такой вот самый высокий проект из всех. Потом средние идут и потом низкие вот эти вот все стартапы, но это сейчас не так уж и важно. Так вот, если говорить об ошибках проектов, то их разумеется большое количество. Тот же GTA Bitcoin у Diamond, те же, я не знаю, у Evolvia Roleplay Кахановский. И это можно перечислить бесконечное количество времени. Однако я хочу поговорить о основной ошибке GTA сам серверов в наше время. И это самая ошибка, это закупка больших ютуберов. То сам ПрП закупает такса там Филиппина, Холландского, Мэдисона. То Diamond Roleplay закупает позитифона. Diamond, ну вы серьёзно? Вы закупаете позитив... Блядь, вы закупаете, я не знаю, Роблоксера? Снимать самп, да, у него ролики наберут по 200 тысяч просмотров. Но вы же отваливаете, наверное, ему по 60 тысяч рублей за ролик. Мне почему так кажется, если он, разумеется, знает себе цену. И нельзя сказать, что не приходит какая-то новая аудитория в самп. Да, она приходит. Человек 100-200. Максимум. Вот прям максимум. Все остальные смотрят, такие типа, ну да, ну прикольно, ну неплохо, да. И, понимаете, деньги затраченные на эту рекламу не стоят того, что вообще исходит. От вот такой профит получает сервер, да и в целом сам клиент сампа. Это, это несоизмеримые расходы с прибылью. И ладно, когда там Аризона закупает каких-нибудь Соболевых там и прочих людей. Ладно, Аризона может себе позволить. Да и тем более они покупают не какие-то летсплеи на сервере и так далее. А они покупают обзоры обновлений, понимаете? То есть, высылают тексты, они типа обозревают обновления и так далее. Это смотрится охуенно по-новаторски. Но не тогда, когда вы человеку платите дохренили от бабла и он снимает летсплей. Ну это ж просто, блять, пиздец. Это ж настолько очевидная ошибка. Но почему-то ее до сих пор совершают большое количество проектов. Вот по Зитифону возьмем примерно там где-то 60 тысяч рублей. За эти деньги можно, блять, нескольких маленьких ютуберов взять, которые будут приводить свою аудиторию. Понимаете? Уже которая есть. Аудитория просто направит ее на ваш сервер. Не нужна эта новая аудитория сам, по крайней мере, в том виде, в котором вы ее приводите. Вот с этих вот летсплеев и так далее. Это абсолютно бессмысленно, Diamond. Ой, блять, если уж так надо, то сделайте обзор обновлений и позовите туда по Зитифону. Это выйдет дешевле, это поднимет, я не знаю, узнаваемость проекта и так далее. Да и придут новые игроки с этого же сам, понимаете? То есть Аризона заказывает вот эти вот обзоры обновлений и с этого идет больше профит, чем когда вы просто закупаете летсплеи у популярных людей. Ну неужели это непонятно? Неужели это так сложно? Ведь за деньги, которые вы даете одному популярному человеку, вы можете закупить миллиард не менее популярных людей, но которые также могут привести вам онлайн, поднять ранжированные серверы, узнаваемость и так далее. Для чего? Я просто, блять, не понимаю. Это же огромнейшие деньги. Многие сейчас могут написать, а какая тебе разница, то есть куда Diamond тратит свои деньги? Это же типа, ну это же их деньги? Нет, это деньги их игроков. И мне как игроку было бы неприятно, что деньги, которые я задонатил, возможно, на какие-то обновления, на скриптеров, на мапперов и так далее, уходят, блять, какому-то жирному... Ну ладно, не же просто летсплейщику. Это же, блять, это... Ой, блять, ну что? Я просто не понимаю. Нахуя, блять? Diamond, ну в самом... Ну нахуя? Ладно бы там еще более-менее был связан с какими-то летсплейным форматом и так далее, но позитив фон, блять, снимает роблокс. Я про... Это все равно, что майнкрафтеров к себе на серверы закупать? Ебать! Это просто... Вы бы еще Катю Клэп, блять, закупили. Ну в самом деле, мужики, ну давайте во все тяжкие пустимся, начнем закупать бьюти-блокерш, блять. Катю Клэп, Сашу Спилберг пусть отыгрывает нахуй, я не знаю, кого-нибудь нахуй. У Саши Спилберг есть же эта рубрика, там, детка-геймер или как она называется. Вот пусть посадите ее, блять, дайте ей там, я не знаю сколько, 50 тысяч рублей. Пусть она с ней хотяки 50 тысяч рублей, я думаю, она за 50 тысяч рублей даже рот не откроет. Там дайте ей миллиард денег, блять, и она будет... Ну это ж пиздец, это ж... Блять, я не знаю. У Даймонда, там помню, даже несколько менеджеров, там был какой-то Лысый из Даймонда, был еще какой-то чел. Ну Лысый из Даймонда, это его так Брайан Фьюри называл, я не знаю, как его зовут. Был еще какой-то менеджер, еще как... Был Петров, по-моему, там менеджером. Я уж точно не помню. Но, блять, это настолько... Закупите вы маленьких ютуберов. Я, блять, не припомню ни одного, блять, какого-то маленького или среднего ютубера, чтобы он его снимал. У вас когда-то давно, после ухода Ричи Саризон, у вас снимал, блять, Ричи, но вы его проебали. Из-за того, что не захотели давать ему админку. Потом, блять, вы, по-моему, даже Маудемиана админку, блять, на своем серваке дали. Пиздец, блять, я нахуй, я, блять, не понимаю. Ну в самом деле. Да, Даймонд в самом начале вот своей какой-то самповской, я не знаю, серверной жизни, он закупал больших ютуберов. И это смотрелось неплохо, я именно так о Даймонде и узнал. Но, и это ж пиздец, там вот это вот Евгеху, ладно, Евгеху, он Майнкрафтер, да и у него просто игры есть Майнкрафтеры, они очень часто стыкуются с сампом, потому что порог входа в игры низкий, как и Майнкрафт, так и самп. Но Роблокс, блять, я, я просто не понимаю, там же дети, блять, почему эти Роблоксы так популяют, даже дети, даже вот эти, которые Роблокс смотрят, они его даже установить не могут. О каком нахуй гта самп мультиплеере идёт речь? Вы представьте, скачать гта сын андрес чистую, блять, не найдут где скачать гта сын андрес чистую, они на первом шаге уже зафейлиться, всё, блять, выйдут с 10 этажа, всё, блять, пиздец. У них же так ещё описание написано, что хуй поймёшь, как это скачать, блять, я когда первый раз ставил самп, я вообще не думал, что нужна гта сын андрес, это было лет, наверное, ну мне было тогда мало лет, но, блять, пиздец. Я просто скачал самп, я такой, блин, а чё у него устанавливается, оказывается гта чистая нужна, я, блять, ладно бы они ещё помогали как-то устанавливать эту гта, вот эти вот большие, ну, блять, они же просто отрабатывают свои деньги, не более того, это абсолютно, это деньги, блять, в никуда. Да, да, вот есть такое понятие, как ранжированность сервера, как узнаваемость, как то, чтобы о сервере постоянно слышали, о сервере не забывали. Закупите вы, блять, маленьких ютуберов, о сервере вообще нахуй не забудут. А тут, блять, позитифон отснял ролик там, я не знаю, за много тысяч рублей, я уж не буду называть цифры, чтобы меня не называли фейкомётом и так далее, может ему вообще там, может он за бесплатный снимать, чисто решил зайти вспомнить былые времена, если вы меня понимаете. Ой, блять, даймонд роли плей, даймонд, блять, роли плей, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok